Хайвер Бан на экране Милан, это блог юного журналиста. Я нахожусь в Останкино, это моя студия, и сейчас я покажу вам, проведу экскурсию по Останкино, главному телецентру страны. Да что там страны мира? Вот это я на экране, это телесуфлер и камера. Вот тут вот сама камера, сюда показывается текст, здесь он отражается, и вот отсюда вот я его смогу читать. И я знаю один умный термин. Вот эта вот штука называется трансфоката. Он может отдалить картинку и наоборот зазумить. Сами себе, как режиссеры, как я это делаю? Удивляюсь, улыбаюсь, восхищаюсь. Активно используем белый цвет и натуральный материал. Дерево, каменная кладка, в пространстве много воздуха. А так выглядит программа для того, чтобы на суфлёре вообще появлялся текст. Так, вставляем текст. Жимаем старт. Ставим нужную скорость. Её можно регулировать. И погнали. На пятом месте в топе квартиры Донателло Версачи. Многие считают, что дом знаменитости это всегда шикарное и так далее. Умный я, умный. Брот, тебе можно поедать привет маме? Передавайте. Мама, бабуля, я вас люблю. Ты темпераментный, эмоциональный, артистичный, драйвовый. Причём это сили центр Останкино, коридор, самый популярный. И угадайте, для чего здесь вообще нужен? Нужна душевая комната. Просто работа в кадре может быть настолько потной. А, всё, пойдёмте. Ты можешь настолько устать, что... Как говорится, это потная катка. Да? Да. Так говорится. Это мы вырежем. Это я и мои девочки. Прикиньте, вот в этих вот лифтах могут ездить какие-нибудь малаховы, продюсеры, урганты. Вообще все. И нужно успеть зайти сюда. И за 15 секунд, пока не доедешь до этажа, с ними познакомился. Сейчас проверим. Это переход в главное здание Останкино. В 88-89 году здесь был ещё жёлтый кафель, а сейчас уже всё красиво разрисовано. Здесь самые популярные программы. Нарисованы ведущие. Вот карусель. Евгений Князев. Если кого-то узнали, кого я сейчас показал, и кого, возможно, ещё видите, пишите. Мы были там, а теперь мы здесь. Нам сказали, что есть возможность, что нас отсюда могут не выпустить. Так что в следующей части этого ролика я сниму 24 часа выживания Останкино. Вот это всё раньше использовали для того, чтобы снимать телепередачи, кино. Я проверил ассортимент столовки в Останкино на 9 этаже. Мне не очень понравилось меню, но, в принципе, поесть тут можно. Идём по коридорам Останкино, и тут наш преподаватель. Сейчас к нам приедет наш личный клип. Съёмочные будни Останкино. А это меня Ванечка Урган позвал на съёмки. Сейчас буду заходить. Жду пока что своей очереди. У меня всё хорошо. Да, отлично. И главное. Но я свою скорую печатную печатную милану. Не, у меня своя программа будет. Сфоткала? Да. А сейчас я в музее подарков в поле чудес. Вот сам Якубович. Я повидался с Екатериной Андреевой. А это, кстати, любимая телеведущая моего дедушки. И раз уж у меня блог юного журналиста, наверное, как-то надо правильно с вами попрощаться. Ну, по-телевизионному, поэтому... На этом мой сюжет закончен. В студии работал Милан. Встретимся на следующей неделе. Продолжение следует...